Вот, водитель едет с разреза Каракиче. Большой груз пустой, на борту ничего нет. В Кыргызском мире информацию о конфликте подтвердили. Сказали, что произошел он еще несколько дней назад. Однако, по мнению руководства компании, без провокаторов не обошлось. Вмешались в ситуацию некие третьи силы, которые якобы пытались натравить на сотрудников спецподразделения «Альфа» водителей. Напомним, еще в октябре этого года глава господприятия Мирлан Джакипов заявил, что в период отопительного сезона 12 сотрудников Госкомитета нацбезопасности будут охранять месторождение. Хотя запрос об их направлении на объект делал еще его предшественник Марат Трудубаев. На вопрос, зачем, он тогда ответил, что обстановка на месторождении такова, что профессиональная охрана будет не лишней. И оказался прав. Возникают между ними самими конфликты. Вчерашний инцидент произошел именно на этой почве. Ситуация с разработкой и погрузкой угля в этом сезоне на месторождении сопровождается многочисленными скандалами. Они связаны с выявленной там коррупцией со стороны должностных лиц и по факту срывом сроков поставок. Ранее сообщалось, что подготовка подъездных путей была выполнена с большой задержкой, вследствие чего доставка угля отставала по времени. Случился ажиотаж и резкий скачок цен на твердое топливо. С месторождения, как с разреза подконтрольного ГП Кыргызской Мюр, так и других частных мелких точек, разработок его доставляют водители, частники на большегрузах. Долгие в несколько дней очереди без конца оборачиваются ссорами, а иной раз и драками. По словам директора филиала Каракиче Марата Аурусбаева, вчерашний инцидент мог перерасти в крупномасштабный конфликт, ведь среди водителей были те, кто выкрикивал провокационные лозунги. Неизвестные призывали собравшихся к незаконным действиям. Хотят, чтобы у нас на карьере был беспорядок, чтобы они могли заниматься своими незаконными действиями, перенаправили этот конфликт в сторону наших сотрудников службы безопасности. И в интернет-пространстве, в котором информация распространяется, что якобы там идет отгрузка без очереди для своих, это все неподтвержденная информация. У нас имеется 24 онлайн-видеокамеры. Чтобы утихомирить толпу, говорит Аурусбаев, охране пришлось применить табельное оружие. Выстрел был совершен в воздух, после чего участники стычки разошлись. В Джумкальском районе имеется 21 угольное месторождение, но большие объемы угля отгружает только госпредприятие Кыргызской Мюр, где не отпускает по 200 больших грузов. Частные добывающие предприятия в большинстве случаев не могут обеспечить перевозчиков должным объемом отгружаемого угля, вследствие чего водители устремляются на центральное месторождение Каракече. Так еще и недавнее решение властей о поставке льготного угля по 3000 за тонну поставило перевозчиков на некоторый период в неравные условия. Отметим, что прежде чем прибегнуть к такой мере, в ситуацию вмешивалась госантимонополия. Так как цены на уголь взлетели в столице до 6000 сомов, а в других регионах достигали даже 9000, ведомстве решили установить максимальный порог стоимости за тонну. Но ограничения не сработали. Перекупщики продолжали заделять цены на топливо и рейды не помогали. В итоге, после многочисленных жалоб граждан, руководство страны решило организовать поставку на угольные базы топлива по льготной цене. Люди и сегодня становятся в очередь. Установлен лимит. Одна семья не может купить больше двух тонн топлива. Но уголь, привезенный для продажи по такой цене, быстро заканчивается. А очереди сотен людей нет. Например, на одной из баз в столице угля не осталось. В Кыргызской мир заявляли, что поставка возобновится 23 декабря, то есть сегодня. Но на деле в первой половине дня мы увидели лишь стоящих в очереди потребителей. Ни топлива, ни людей, которые регистрируют жителей, не было. Вот я хотела взять уголь по низкой цене. Говорили же, что сегодня привезут. Теперь не знаем, что делать, у кого спрашивать. Я, например, мать-одиночка. Мне очень нужно купить. Дома дети. Люди говорят, что не могут дождаться очереди уже несколько месяцев. В который раз мы приехали, а угля нет. А вот на той стороне дороги, частники, там топлива очень много. Ждать уже некуда. Придется у них покупать. С тех пор поставки по сниженным ценам вызывают напряжение среди водителей больших грузов. Тех, кто хочет продавать по рыночным ценам и иметь едва ли не стопроцентный навар с каждой тонны. И тех, кто привлечен к доставке по льготной стоимости. Последним отметим, при загрузке на месторождении предоставляются преимущества. Так как они согласны доставлять топливо для поддержки населения, им не приходится стоять в очереди.